Этот выпуск посвящен прежде всего тем, кто провел свое детство в 90-х, в то время, когда появились первые приставки Дэнди и им подобные. Тем, кто не пропускал выпуски программы «Новая реальность», а также от «Винта». Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гамовер, это Бонус, и в эфире программа «Отвинта», в которых авторы рассказывали о новинках восьмибитных игр. Все игры из моего списка вы сможете поиграть на страницах сайта 100гейм. Для этого я сделал специальный раздел на нем, в котором собрал самые популярные игры для Дэнди. И ссылки на них я оставлю в описании. Я хочу, чтобы мы вместе с вами дополнили этот раздел, поэтому пишите в комментариях о своих любимых играх Дэнди. А сейчас я вам расскажу о моих 15-ти любимых играх. И так как это видео получается слишком длинным, я разобью его на две части. И в первой части я расскажу о семи играх, а в следующем – о восьми. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Дэнди Начну с двух легендарных и самых известных игр для Дэнди – это Супер Марио и Танчики. Игра Супер Марио попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая игра того времени. Она привлекала миллионы людей своей простотой и увекательностью. Нет таких людей, у кого бы была приставка Дэнди, и кто бы не играл в эту игру. В ней вы играете за сантехника по имени Марио, который отправляется спасать принцессу. По пути он может ломать кирпичи, собирать монетки и грибы, делающим его более сильным, а также сражаться с различными врагами и преодолевать препятствия. А в конце его ждет встреча с черепашьим королем. В игре Танчики все еще гораздо проще. Вам предстоит сражаться на различных уровнях против 20 вражеских танков. Нужно не только убить всех и не умереть самому, но и защитить свой штаб. В игре можно собирать различные бонусы, делающие вас сильнее. Ну и самое прикольное – это можно играть в них вдвоем с другом. В далеком 1994 году компания Disney выпускает один из лучших мультфильмов всех времен и народа – «Король Лев». Игра на Дэнди также получилась довольно интересной. В ней мы будем играть за маленького льва Симбу. Главный герой может производить кувырки, сбивая противников, что служит своеобразным оружием. Также Симба может рычать, ввергая врагов в состоянии оцепенения. Симбе предстоит проделать долгий путь, прежде чем он придет к цели. Настолько долгий, что лев успеет вырасти и станет могучим самцом, убивающим врагов ударами лап. Ну и в конце его ждет битва со старым и коварным львом Шрамом. Еще одна игра, созданная по популярному мультфильму. На Дэнди на самом деле множество игр, созданных на основе мультиков. И в моем списке их будет тоже немало. Итак, речь идет об игре Утина Истории, в которой Скрудж Макдак отправляется на поиски сокровищ. Но еще бы не принцесс же ему спасать, Скруджи интересует только деньги. Ему предстоит побывать в Африке, на Амазонке, в Гималаях, в Трансильвании и даже на Луне. Само собой, в каждой из этих местностей его ждут самые разнообразные враги. Главным оружием борьбы с ними у Скруджи будет прыжок на его трости на голову врага. Аладдин. Отличный был мультик, больше все угорали, конечно же, с проделок Джина. Пенальти, запрещенный удар. Ох, плохо дело. Ты как? Поставь меня, я сукрушок. Игра тоже получилась отличной, с хорошей графикой для тех времен. Главный герой бегает по уровням и кидается яблоками в своих противников. Это его главное оружие. Хотя можно просто прыгнуть им на головы. Какие только приключения не будут попадаться Аладдину на его пути. Он будет пройдить по улицам Аграбы, пробираться в темных пещерах, плыть на плоту по реке. Будет даже миссия в жерле вулкана. А иногда его будет сопровождать Джасмин. Книга джунглей, или просто Маугли, как ее многие называли. Это игра с потрясающей графикой для тех времен. В ней мы будем играть за маленького мальчика, который будет путешествовать в джунглях, наполненный хищными животными. Главной задачей героя будет собирание специальных кристаллов. И все это нужно сделать за определенное время. Из-за этого игра мне казалась очень сложной, и было невероятно трудно пройти ее всю. Уровни разнообразные, а в конце традиционно встреча с боссом. Черный плащ Мультик я не очень любил, но игра получилась великолепной. Музыка, графика и геймплей были на высшем уровне. Много разнообразных уровней. Интересные боссы в конце каждого из них не давали скучать игрокам. Черный плащ владел различным оружием. Одно основное, и на уровне он подбирал вспомогательные, которые мог использовать при различных ситуациях, например, как с присосками. Если вы еще не играли в эту игру, то вперед по ссылке в описании, переходите и играйте. Пока на этом все. В следующей части я расскажу вам о оставшихся восьми моих любимых игр для Dendy. Напоминаю вам о том, что в описании вы найдете ссылки на игры, о которых я вам рассказал, и сможете играть в них онлайн, либо же скачать игру и эмулятор себе на компьютер и играть с помощью геймпада, как это делаю я. Ну и напишите, какие еще прикольные игры вы знаете, и я обязательно добавлю их на сайт и расскажу в выпуске. А я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok